Как стало известно в мессенджерах, в последнее время часто пересылают сообщения, что в России возможна биологическая диверсия. Якобы злоумышленники планируют распространять холерную палочку в воде. Этим обеспокоились и жители Тверской области. А наша съемочная группа обратилась за комментарием в региональный Роспотребнадзор. В ведомстве заверили, что информация относится к разряду фейковой. Об этом рассказывает наш корреспондент. Это сообщение сейчас активно многие пересылают друг к другу. И если искушенная молодежь чаще осознает, что информация недостоверная, то более взрослое поколение встревожилось после получения такого СМС от знакомых. Сегодня собирала главврач и предупредила, что, возможно, диверсии ожидают появления холерной палочки в воде. Пить только кипяченую воду на нас надвигается вспышка холеры. Перед нами старый фейк, который уже почти на протяжении последних двух лет вирусится, в отличие от болезней, в разных регионах страны. В сообщениях используются идентичные тексты. Меняется лишь география распространения холеры. Но ни в России, ни в Верхневожье вспышек холеры зафиксировано не было. В Роспотребнадзоре по Тверской области опровергли информацию о существовании биологической диверсии в регионе. Эта информация является недостоверной. Управление Роспотребнадзора по Тверской области, как и в других субъектах, постоянно проводит мониторинг качества питьевой воды на соответствие микробиологических, вирусологических, санитарно-химических показателей. И холерного вибриона в пробах воды не обнаружено. Ведомстве заверили, что регулярно занимаются проверкой показателей качества и безопасности питьевой воды на территории всего Верхневожья. Наша Тверская область относится к третьему типу подтипу А по административному делению территории Российской Федерации по эпидемическим проявлениям холеры. У нас с июля по август каждые 7 дней проводится мониторинг качества воды водных объектов и объектов окружающей среды на наличие холерного вибриона. За 2023 год у нас было исследовано более 6 тысяч проб воды, водоемов и смывов и других с объектов окружающей среды. Холерных вибрионов в этих пробах не обнаружено. Ситуация санитарно-эпидемиологического характера стабильна. В России уже много лет не было массовых случаев заболевания холеры, поэтому опасаться ее не стоит. Но при этом старое правило — мойте руки перед едой. Никто не отменял. Продолжение следует... Продолжение следует...